Чтобы организовать вещание и оперативно продолжать делиться с вами важной информацией, команды телеканала Дом, ЮИТВ, все ехались просто со всей территории Украины в одну комнату. Здесь мы организовали и студию, и ньюзрум, и технический отдел. Все вместе. Пройдемте, покажу. Украинский государственный телеканал «Инновещание» создает информационный контент на нескольких языках. Спутниковое вещание хватает 60 стран. И, конечно, мы есть в Ютьюбе, в Фейсбук, у нас есть Телеграм-канал и аккаунт в Инстаграме. Организовывать бесперебойную работу в условиях войны – задача со звездочкой. Уверена, что в мирное время такого не получилось бы, но здесь всем пришлось собраться и работать на износ. Но мы знаем, что наше дело правое, мы знаем, что мы должны всему миру рассказывать о том, что происходит. В частности, мы вещаем на русском языке специально для Российской Федерации, специально для тех людей, которые не понимают и не знают, или даже не хотят знать, что происходит. Ну вот, такая у нас задача сейчас. Здесь временно находится студия, благодаря которой вы видите все наши эфиры. Но, конечно, наши журналисты в полях продолжают работать во всех уголках страны. Также всегда остаемся на связи и с международными корреспондентами. Дело в том, что мы, наш журналистский коллектив государственного предприятия, мультимедийная платформа «Инамещение Украины», готов к любым сценариям со стороны агрессора. И деятельность нашего предприятия, которая покрывает весь мир, не остановится ни на минуту. Правда всегда имела и имеет, конечно, свою ценность, безусловно. Но сегодня, правда, для Украины это щит и меч. Мы ежедневно, оперативно и достоверно освещаем для всего мира, что на самом деле происходит в Украине. Анна Неченко ведет англоязычные эфиры нашего марафона. Сейчас очень важно, чтобы мир понимал, что на самом деле происходит в Украине, потому что Россия создает фейковый мир, абсолютно другую реальность. А мы подаем только факты и то, что происходит здесь, у нас, в нашей стране. И поэтому важно говорить на английском языке, чтобы весь англоязычный мир понимал эту картину. График у всех членов команды, безусловно, насыщенный. Поэтому с ведущим Егором Скориной удалось пообщаться буквально за две минуты до команды эфир. Сегодня мы на фронте информационном защищаем нашу страну всеми силами, которые у нас есть. Да, в таких условиях абсолютно удобно работать. Я доволен, что есть, в принципе, возможность доносить информацию до людей, правдивую и объективную. Сейчас эфир телеканала «Дом» и «ЮАИ-ТВ» проходит в формате информационного марафона. Беспрерывный поток важной информации, мнений экспертов в эфире и, конечно, анализ ситуации профессиональными журналистами. Информационный марафон, они как раз и посвящены тому, чтобы разбивать вот эти вот оковы российской пропаганды. Почему говорю о оковы? Потому что буквально Скобеева, Соловьев и всякие прочие Киселевы, они буквально сковали русских граждан, умы русских граждан, россиян, белорусов и других многих народов в желании, скажем так, преподнести политику Владимира Путина как что-то прекрасное. На самом деле, и мы знаем это уже очень давно, это неправда. Три, два, один, студия. Продолжается 14-й день войны. Не со всеми моими коллегами дается пообщаться, даже мне, не дают комментарии, потому что очень много работы. Прямо сейчас прямой эфир. Вот наша аппаратка, как мы ласково называемые люди, которые обеспечивают в эфир всей информацией, которую вы оперативно получаете. Но я сейчас могу вас еще с одним человеком познакомить, который обычно остается за кадром. Это оператор Сергей. Сергей, я знаю, что это приехал из Крисона. Расскажи нашим зрителям, почему ты здесь. Да, выехал из Крисона, когда вошли в город российские оккупационные войска, и стало просто невозможно и опасно там работать, находиться. Вылезли с семьей, и дальше я продолжаю уже работать с безопасного места, вести войну на информационном фронте. Продолжение следует...